Погоня в Казаларде за нетрезвым водителем. Горе поджигательницы из Актау, а также трагедия в жилом доме Шимкента. Все подробности прямо сейчас. Пьяному море по колено. Чтобы остановить нетрезвого водителя автобуса в Казаларде, полицейские чуть было не поставили под удар патрульную машину. По центральной улице Лихач передвигался на большой скорости и на предупреждающие сигналы не реагировал. Тогда сражепорядка просто перегородили ему путь служебным автомобилем. После водителя общественного транспорта отвезли на медицинское осветительствование. Теперь его лишат прав на три года. Отмечу, что только за три дня полицейские на дорогах региона остановили 14 пьяных автовладельцев. Угарным газом отравилась семья в Шимкенте. В больницу в тяжелом состоянии попали женщина и три ребенка. Пятилетнего мальчика медики спасти не смогли. Причины ЧП выясняются. Однако аварийная бригада уже обнаружила нарушение при монтаже газового водонагревателя, который хозяева установили на лоджии самостоятельно. По словам специалистов, в дымоходе проточного прибора отсутствовала тяга. По тяжести состояния мама и четырехлетний ребенок были госпитализированы в реанимационное отделение с диагнозом «Острое отравление угарным газом, тяжелой степени тяжести». Ребенка трехмесячного мы перевели в городскую детскую клиническую больницу, так как у ребенка еще имеется сопутствующий диагноз «острый бронхит». Полицейские Жамбульской области по вечерам посещают увеселительные заведения. Стражи порядка проверяют, не находятся ли там в позднее время несовершеннолетние. С начала года в полицию доставили больше 200 подростков, которые развлекались в ресторанах и ночных клубах без взрослых. Только за одну ночь в кафе «Тараза» полицейские насчитали около 70 несовершеннолетних. Больше 200 родителей оштрафованы. В «Октаву» в объективы камеры видеонаблюдения попали девушки, которые пытались сначала поджечь автомобиль, а потом прокололи колеса. Хозяин машины решил проучить злоумышленницы, выложил видео в социальные сети. Полицию автовладелец обращаться не стал. Он посчитал, что дурная слава в интернете станет лучшим наказанием для обидчиц.